Всем привет, друзья! Меня зовут Алексей, и добро пожаловать в Майнкрафт! Сегодня я, нубик, буду выживать в очень необычных для меня условиях, а именно выживание на Скайблоке. Это новая рубрика на моём канале, и если она тебе нравится, то обязательно поддержи меня своим лайкусиком, а также подпишись на мой канал, если ты ещё этого не сделал. Друзья, что хочу сказать в самом начале? То, что я полнейший нубик, поэтому, пожалуйста, строго меня не критикуйте, у меня даже Скайблок, видите, вот такой вот необычный. Это, наверное, Скайблок для каких-то нубиков, потому что вот там целая куча островов, вот там тоже ещё, кстати, есть острова, видите, вот они там еле-еле виднеются. Короче, их здесь очень много, даже вот здесь есть два сундука, и они не совсем пустые, видите, тут уже есть дубы, там еда, пакела, короче, всё очень круто. Очень прям много дерева здесь у нас есть, короче, мы, наверное, здесь с вами расстроимся довольно-таки быстро. Но первым делом, что нам с вами здесь нужно сделать, так это генератор булыжника. Для этого, по-моему, нам понадобится, ребят, если я точно не ошибаюсь, лава и вода. И главное сейчас правильно всё это дело вырать, выкопать эту ямочку нам нужно. Так, давайте вспоминать, как она делается, где мне её вообще поставить? Раз, два, три, четыре, там, по-моему, четыре блока нужно. Ну, в принципе, вот, ребятки, наверное, вот отсюда мы с вами и начнём. Сюда мы, наверное, воду зальём, либо вот сюда. Нет, давайте всё-таки вот сюда вот воду зальём, то есть раз, два, три и четыре. Вот всё, короче, как-то так. О, тут даже ещё и песок есть. Ничего себе. Не знаю, я надеюсь, что песок этот не прогорит. И, по-моему, ребятки, ещё нам нужно с вами сделать вот такую вот вещь. Да, всё. И вот сюда мы сейчас вылим эту воду. Так, грязь мы берём, ребят. Все блоки, которые мы здесь с вами находим, мы их не выбрасываем. Единственное, что мне пока здесь не очень сильно нравится, так это то, что здесь постоянно идёт дождь. Ну как, не постоянно, я просто вот только загрузил эту карту и, в принципе, всё время идёт дождь. Я надеюсь, что в скором времени он пройдёт. Я надеюсь, что этот дождь не будет гасить мою лаву. Ладненько, выливаем сюда водичку. И теперь выливаем вот сюда мы с вами лаву. И, па-бам, да, ребятки, ура, мы с вами сделали всё верно. Мы построили генератор булыжника. Ну да, вы, наверное, скажете, что чему ты радуешься, Алексис? Ну, ребят, я же нубик, я радуюсь всяким таким вот мелочам. Так, что нам нужно сделать дальше? В принципе, вот так мы будем разбивать это очень-очень долго. Поэтому нам с вами нужно, ребятки, наверное, скрафтить себе кое-что. Скрафтим мы себе, ребятки, кирочку с вами. Берём наш дуб и получаем дубовые досточки. Теперь из этих дубовых досточек мы делаем себе верстак. Так, ну, в принципе, верстак я, наверное, поставлю где-то вот сюда, чтобы мне было удобно. И из верстака нам нужно с вами сделать кирку. Делаем 4 палки, ну, ещё пусть, наверное, нет. Нет, пока, в принципе, не будем делать. Может быть, нам ещё не нужно так много. Так, и теперь, ребятки, делаем с вами кирку. О, отлично, ничего себе, я даже кирку сделал, смотрите. Давайте теперь добывать булыжничек. Нам нужно с вами, ребята, знаете, что ещё построить здесь? Нам нужно ещё построить печь. Для того, чтобы построить себе печь, нам, по-моему, нужно 7 блоков, либо 7, либо 8. Ну, я точно не знаю, ребятки, сколько нужно этих блоков, потому что я же нубик. Я всегда играл, там, например, с какими-то читами, либо же в творческом режиме. А здесь мне нужно именно выживать. А, мой один булыжник сгорел, я так понимаю, в лаве. В принципе, ребятки, ставим нашу печь. Если я не ошибаюсь, она как-то ставится вот таким вот образом. Даже, смотрите, один лишний. Но, в принципе, здесь на скайблоке, как говорится, лишним ничегошеньки не бывает. И теперь у нас здесь с вами есть ещё и печка. Также у нас здесь есть верстак, сундуки, в принципе, еда на первое время. Вот такой вот дуб большой, который мы, кстати, можем с вами срубить. А зачем я его рублю рукой? Ну, скажите мне, пожалуйста, мы же с вами сейчас можем себе сделать, там, например, каменный топор, каменную кирку. Вот уже из дерева я, в принципе, ничего не буду делать. Я буду делать всё из камня. Мы уже с вами прошли эту эволюцию, да, эволюцию неандертальца, как говорится. И теперь мы с вами будем всё делать из камня. Фу, почему не выпадает что-то другое? По-моему, иногда здесь должен и уголь выпадать. Но уголь нам здесь тоже пригодится. Кстати, вот уже сейчас ночь будет. Но так как мы с вами не достроились ещё до других островков, то к нам сюда никто не должен прийти. Кстати, во втором сундуке у меня здесь есть, в принципе, всё то же самое. И у меня здесь 20 факелов, поэтому, ребятки, не стоит волноваться. Я сейчас здесь всё это дело осветлю. Будет здесь у нас светло, уютненько. Короче, будет очень круто. Дальше мне нужно сделать каменный топор и каменную кирку. Даже можем, друзья, две сделать, пусть себе будут. Всё, берём топорик. Я думаю, что одного нам будет достаточно. И больше, в принципе, ресурсы свои не тратим. Так, у нас уже здесь ночь. Ну, так как вот здесь вот у нас лава, то, в принципе, тут уже более-менее светло. Чтобы у нас было немножечко посветлее, давайте мы с вами возьмём наши факела, которые здесь есть. Ну, давайте, например, возьмём хотя бы 5 штучек. И, например, поставим где-то, ну, вот сюда. Пусть оно себе осветляет, да, нам круто. И вот с этой стороны можно где-то вот сюда вот, например, поставить. Всё. Пока, в принципе, ребятки, предостаточно. Я могу вот так пройти через этот факел. Ну, я же не знаю, я же просто нубик. Да, ребятки, мы с вами можем через факел проходить. И ничего такого страшного не происходит. Теперь давайте подумаем, что здесь нам нужно сделать. А также, ребятки, пишите, пожалуйста, в комментариях, вообще, реально, что нужно делать на скайблоке. Давайте мы здесь с вами будем выполнять своего рода какие-то челленджи. Например, 5 челленджов вы мне будете говорить, что нужно сделать на скайблоке. Давайте вот так, пишите сразу 5 заданий прям одним комментарием. И самые лучшие задания я буду выполнять. Мне кажется, что это будет очень интересно. Ну, вот практически я свою самую нубовскую кирочку сломал. Если бы ещё этот камень периодически не падал в лаву, было бы намного круче. В принципе, у нас здесь с вами ночь. Вот там он уже, смотрите, какие-то зомби лазают. Кстати, мы утром с вами, ребятки, вот сюда вот достроимся и посмотрим, что там есть. Но сюда, наверное, строится очень опасно. Я думаю, что без меча и без какой-то броньки нет смысла туда идти. Поэтому можно, в принципе, пойти на другой остров. Вот, например, на вот этот. Вот там есть какое-то дерево. Ладненько, берём, в принципе, топорик и начинаем рубить дровишки. Дровишек нам нужно очень-очень много. В принципе, это вот всё, ребятки, вырубываем. На самом деле, это прям очень большое дерево. Я добыл 4 саженца, 22 блока. Сейчас нам, друзья, нужно с вами сделать себе мотыгу. Вот так она, по-моему, делается. Ну, в принципе, одной нам будет достаточно. И вот тут, ребятки, сажаем наш дубик. Пока у нас с вами день. Давайте мы с вами прорубим ход к тростникам, может быть, вот этим. Если честно, я даже не особо знаю, что можно с этим делать. Это тростник или что-то такое. Ребятки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вообще, да, пишите в комментариях. Помогайте мне играть. Потому что, ну, сами видите, я же нубик здесь. Я вообще не умею здесь особо играть. Камня мне будет, наверное, предостаточно, чтобы достроиться, ребят, до того острова. Кстати, вот там, внизу, ещё какой-то остров. Ничего себе. А я его и не видел никогда. Там прям всё такое синее-синее. Так, ещё немножко совсем осталось нам здесь с вами проставить ход. Ну, вот и всё. Мы с вами, в принципе, достроились. И теперь, что я могу с этой штукой делать? Вообще, чем мне её разбивать? Давайте, может быть, топориком будем её разбивать. Так. И что я, короче, получил? Это сахарный тростник. Ребятки, это какой-то сахарный тростник. Реально, а что я могу делать с этим тростником? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я прям добыл 11 штук. Вот это, ребятки, настоящее выживание нубика в Майнкрафте. Вы просто давно просили меня сыграть какое-то выживание. Ну, и вот я решил, в принципе, начать рубрику выживания именно со Скайблока. Мне что-то это очень сильно понравилось. Я думаю, вам тоже эта рубрика должна понравиться. В принципе, видосиков по этой рубрике, я думаю, что мы с вами заснимем, наверное, штучек 20. И уже где-то на 20-е видео, я уверен, что тут будет просто у нас какой-то мегаполис. Значит так, что мы делаем с вами дальше? Дальше нам с вами нужно, наверное, проложить всё-таки путь на какой-то остров. Какой самый ближайший остров к нам? Это вот этот вот, конечно. Но без броньки туда идти очень опасно. Но, друзья, чтобы скрафтить себе хотя бы самую примитивную железную броньку, мне нужно железо, конечно же. Кстати, я придумал очень прикольную штуку. И тогда практически я забираю весь булыжник, который здесь выпадает. Нужно было выкопать ещё одну вот такую вот ямочку небольшую. И смотрите, теперь я забираю прям весь булыжник. Это здорово. Уже, кстати, друзья, настала ночь. И чтобы не тратить время, я буду добывать булыжник, наверное, всю ночь. И, скорее всего, что до того острова я пока строиться не буду. Мне кажется, что это немножечко глупо. Потому что там есть ещё и скелеты. И как я только начну подходить туда к ним, они сразу же меня сбросят. Поэтому я думаю, что мы с вами будем строиться вот туда вот. И желательно это делать днём. Остраиваться мы будем от нашего вот этого вот второго острова. Вот где-то вот в ту сторону мы и построимся. Там мы срубим всё дерево, которое там будет. Также посадим новые саженцы. И, в принципе, ребятки, начнём уже расширять нашу территорию. Скидываем все ненужные вещи. Берём только самое важное. И погнали строиться. Я надеюсь, что в этих блоках будет достаточное количество. Тут паук, ребята. Тут паук. Да-да-да, давайте мы его сейчас сбросим. Но это, ребят... Стоп, стоп, стоп. Зачем? Зачем я его сбросил? Это же была бы у нас с вами паутина. А из паутины мы бы могли себе кровать сделать. Вот это я нубик. Ладно, ребят, это, конечно, было мега просто по-нубовскому. Практически, ребятки, мы с вами достроились. Вот, тут ещё несколько блоков поставить. И, алле-оп. Так, берём меч. Тут это что такое вообще? Что мы с вами здесь нашли? Порох. Хорошо. Значит так, мы с вами сейчас добудем здесь всё самое необходимое. Что тут будет? Так, это что такое? Это гнилая плоть. А, ну да, точно. Здесь же зомби были. А вот, ребятки, и одна барашка. Так, нам с вами нужно таких три штучки. Всё, теперь у нас с вами есть белая шерсть. Нам нужно ещё две. И мы построим себе кровать. Сюда мы периодически будем с вами приходить. Давайте для начала посмотрим, что же здесь в сундуке есть. Железо! Как же хорошо, ребят. Забираем, в принципе, это всё. Давайте мы тогда срубим, в принципе, несколько деревьев. Я думаю, что они нам ещё пригодятся. И мы с вами ещё немножечко покопаем здесь. Нам нужно с вами добыть себе какие-то ресурсы. Желательно, конечно, чтобы это были, например, какой-то железо там, либо ещё что-то. Но мы, в принципе, с вами уже можем себе какую-то броньку более-менее построить. И, ребятки, пойти на тот свой соседний остров, где больше всего этих мобов находится. Я думаю, что мы с ними справимся. В принципе, наверное, все деревья мы рубить не будем. Вот ещё это одно срубим. А, кстати, у меня лопаточки нет. Давайте мы с вами прямо здесь скрафтим себе лопатку. Я просто не хочу идти за своим верстаком. Сделаем себе, наверное, две лопаты. Нам будет, в принципе, предостаточно этого. И давайте начинать тогда копать. О, кстати, ребятки, вот о чём я вам и говорил. В принципе, здесь мы выкапывать всё не будем. Всё-таки тут барашки какие-то пасутся. Мне желательно, чтобы на следующий день тут ещё что-то было. Давайте глядеть, что здесь у нас может быть такое интересненькое. Так, будем копать с вами вглубь сейчас. Чё тут? Чё тут у нас есть? Кстати, ребятки, можно, в принципе, забрать вот эти вот все ресурсы. Потому что, например, даже добывать булыжник из моего несекаемого источника не так быстро, как вот добывать булыжник вот здесь вот на вот этом вот острове. Так, чё здесь есть интересненькое? Сколько там ещё блоков можно прокопать? Но чё-то пока, ребятки, знаете, ничего такого крутого не выпадает. А, всё-всё-всё-всё, там невысомость, я понял. Значит, дальше мы не копаем. Ну, в принципе, друзья, и так нормально. Мы с вами здесь неплохо подживились. Я думаю, что больше мы этот остров разрушать не будем. Я думал, что мы здесь добудем себе там какое-то золото, алмазы и прочие ресурсы. Но мне кажется, что их здесь всё-таки нету. Короче, ребятки, будем с вами потихонечку расширяться в своём основном острове. Я надеюсь, что на следующий день здесь появится ещё какая-то барашка. Мы с вами её, конечно же, уничтожим. Это у нас и мясо, и шерсть, в принципе, то, что нам нужно. Нам с вами, в первую очередь, необходимо ещё построить себе какую-то кровать, чтобы ночью не работать. Чтобы мы работали только днём. Всё, возвращаемся, в принципе, домой. Мы с вами, в принципе, так сегодня сделали целую кучу полезных делов. Наш, кстати, саженец ещё не вырос. Ещё, ребятки, знаете, что не забыть главное нам сделать? Так это заложить проход. Нужно залаживать где-то вот здесь, вот потому что могут приходить лучники. Реально, так, короче, вот так вот ставим. И, по идее, они не должны уже до нас добраться. Всё, хорошо, мы себя, в принципе, с этой стороны защитили, с другой стороны пока на нас никто не нападает. И, в принципе, мне кажется, друзья, что для первого ролика это будет достаточно. Поэтому, кто ждёт продолжения по выживанию на Скайблоке, обязательно пишите об этом в комментариях. Также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Так как на моём канале выходят ролики каждый-каждый день, а в скором времени будут выходить даже по два ролика. О, я здесь пока с вами говорил, у меня здесь дерево выросло. Но мы уже с вами будем его рубить в следующем ролике. Ну, а на этом я буду своё видео заканчивать. Ребятки, с вами был я, Новиколекти из Майнкрафти. Всем пока! И зачем я только что выбросил этот порох? Ну, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok